МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муса Ахмадов, народный писатель Чеченской Республики. В его прозе, как и в латиноамериканской литературе, можно услышать то, что можно лишь увидеть, и увидеть то, что можно лишь осязать. Она как будто насыщена запахами, звуками, цветами ярких этнических красок. Их на самом деле чувствуешь, осязаешь, видишь. Муса Ахмадов берет всего лишь фрагмент обыденной жизни, и вдруг этот маленький фрагмент выходит за грань личного, национального и начинает звучать вечными вопросами человеческого бытия. Понятными и близкими к каждому. Весна полыхала зеленым своим огнем. Когда юноша, вышедший из машины цвета весны, пересек овраг и вышел в отбор веткого, утопающего в старом саду дома, дуновение жизни этого двора, некогда, кажется, приснившегося ему, заставило его замереть на месте. Дом с террасой без перил. Перед ним под навесом глиняная печь, в какой жарят кукурузу. Старик, сидящий спиной к нему, отбивая мотыгу. Старуха, вышедшая навстречу, отворив цепляющую полдверь. Все было точно так же, как в той давно ушедшей, но сладко щемящей душу в воспоминаниях жизни его прадедов и прабабок. От этой жизни веяло запахом кукурузной лепешки, крапивы, перетертой с солью, жарящейся вяленой колбасы. Этот старинный запах теребил память, оживляя в ней картины, где юноши не садились в присутствии старших, приходили к роднику, чтобы сказать несколько продуманных слов девушкам, чистотой души своей, бесценным, как мир, не спешащим с ответом. Картины, где от синей чаши неба отражались звуки печальных девичьих песен, звенящих там и здесь. Теперь все это ушло. Теперь вместо кукурузной лепешки белый хлеб, вместо нетерпеливых коней автомобили, вместо традиционных вечеринок то, на что изловчишься. Этот двор, осколок жизни ушедшей, казалось бы, бесследно, осколок, непоглощенный еще бурным, все изменяющимся морем теперешней жизни, вроде той, найденной в северных льдах туши мамонта. В этом дворе до сих пор еще жарили в глиняной печи кукурузу или приготовленную из нее деттагу, уговаривали прохожего, идущего мимо, зайти, принимали его, как самого дорогого гостя. В старинной чеченской печи горел огонь, а чтобы съесть приготовленную в ней еду, собиралась вся семья, двое стариков, сын, дочь. Все вместе они пололи отбитыми мотыгами кукурузу, и вон на том дальнем склоне все вместе косили сено. Здесь никто не говорил друг другу ни единого злого слова, и старший был старшим, а младший младшим. В ночь под пятницу непременно разносили по соседям предписанное религией пожертвования, ну, что-нибудь из нехитрой христианской еды, помнили умерших, и все вставали до рассвета. Было и еще нечто в этом поросшем зеленью дворе. Покой. Спокойно, тихо, ни жарко, ни холодно бывало в комнатах этого дома летом, так же бывало и зимой, когда на печи кипело, разбрызгивая каплей пены, кастрюля, навевая желание прилечь и некоторое время полежать. Все это понял, войдя в этот двор молодой человек, вышедший из зеленой машины. Ему захотелось крикнуть, да-да, на-на, очните, жизнь уходит. Ваши двое детей давно уже в том возрасте, когда надо разжигать собственный очаг. Покой – это паутина, опутавшая вас и лишившая вас свободы. На дворе наливается соком кипящая жизнь весна. Не сегодня-завтра, как бы вы ни говорили, что ничего не знали, сгинет ваша теперешняя жизнь, сгорит синим пламенем, даже дыма после себя не оставив. Тогда сто крат труднее будет вашим детям, лишенным всякой поддержки, остаться одним в мире, над которым нет и не было никакой крыши, остаться, чтобы бродить по свету, видя, как ветер носит золу с пепелища вашей совместной жизни. Но молодой человек ничего не сказал. Он не имел права говорить. То, что он видел и понял, не должно было обратиться в слова. Это была собственная, сокровенная, неприкасаемая боль тех, кто жил в этом дворе. Он передал старикам, как ему поручили какое-то малозначащее сообщение, не коснувшись угощения, сколько его не просили о том, похоже, старик всерьез обиделся на него из-за этого, сел в свою зеленую машину и сквозь кипящую, переполненную новой жизнью и сну уехал в свой город, унося навсегда оставшиеся в памяти впечатления, навеянные увиденным им сегодня двором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова